Когда у большинства горожан заканчивается рабочий день, у судебных приставов он в самом разгаре. В очередной раз они пытаются призвать к ответу должников. Накануне они отправились в рейд со специалистами управляющей компанией Уренгой Жилсервис. Репортаж Елены Коробко. Неблагонадежных жильцов предупреждали за месяц. Если они не оплатят счета, им отключат горячую воду. Однако попасть внутрь невозможно. Неплательщики редко бывают дома. Подтверждение тому стопки газету «Двери». Приставы оставляют очередную повестку. Один из самых крупных долгов на железнодорожной 6Б в 77-й квартире – 458 тысяч рублей. Здесь прописано 11 человек. Однако ни один не торопится принимать гостей. Здесь достучаться не удалось ни по одному из судебных решений. Специалисты отправляются в соседний дом в надежде, что хоть там кто-то откроет дверь. Нежданным гостям, как правило, не рады. Приставы с трудом оказываются в квартире. Только там нет хозяев. Жительница 59-й квартиры не стала долго держать специалистов на пороге и пригласила в дом. Женщина знает о долге почти в 360 тысяч. Однако платить не собирается, пока ей не сделают перерасчет. В квартире, по словам Ирины Тубальцевой, кроме нее до сих пор числятся умерший муж, а также сын и дочь, которые уже давно не проживают по этому адресу. Ирина Тубальцева перестала оплачивать коммунальные услуги 4 года назад. Она также значится в списке должников за электроэнергию. Все это время, по словам женщины, она пыталась доказать, что живет одна. Ирина бы рада продать трехкомнатную квартиру и рассчитаться с обслуживающей организацией, но жилплощадь ей не принадлежит. Я не хочу ссориться с государством. Если что-то я должна заплачу. Конечно, буду собереть деньги. Естественно, и сын, и дочка мне помогут. Но я хочу просто вот это оформить, чтобы у меня квартира полностью была оформлена. Я бы ее поменяла бы, либо продала, купила поменьше. Потому что на земле у меня ничего нет. Ситуация Ирины может разрешиться, когда у администрации города появится маневренный фонд для переселения горожан. Сегодня отключать инженерные сети в квартире Ирины Тубольцевой не стали, так как заранее предупреждение о визите сантехников ей не отправляли. Что же касается тех неплательщиков, которые не открывают двери, специалисты Уренгой Жилсервис собираются прибегнуть к новым методам воздействия на них. Большая проблема по выбиванию долгов. Поэтому в управляющей компании закуплено оборудование, которое будет позволять блокировать водоотведение без доступа к квартире. В ближайший месяц буквально уже начнется работа в этом направлении. При помощи комплекса КИТ водоотведение будет ограничено только в квартире должника. От этого качество предоставления коммунальной услуги у других жильцов многоквартирного дома не ухудшится, обещают специалисты. Елена Коробко, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».